МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, приветствую вас на третьей отборочной игре весенней серии Что, где, когда? Музыка. Сегодня играют Козлитин Захарий. Дай дураку рояль, он весь хор соберет. В этом случае дурак это он! АПЛОДИСМЕНТЫ Сидоров, Яков, Яша. Знает все партии. АПЛОДИСМЕНТЫ Покомбук Илья, мастер стендапа. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Налек, лучший солист партии с конца. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Докров Сергей играет впервые в нашем клубе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И капитан команды Корноухов Сергей ожидает рыбацкого сезона. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы играем, что никогда, музыка, играем на шести очков. Один раз и игру в зал может помочь команде с праведным ответом. Я напоминаю, что нужно внимательно слушать вопросы, обсуждать погромче, и тогда вас ждет успех. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а прежде чем объявить первый раунд, я прошу капитана команды сесть на место Ильи. У нас капитан, капитан с капитана, только предыдущего, чтобы я тебя хорошо видел и, самое главное, слышал. Итак, теперь мы начинаем первый раунд. Стрелку просто дергаем по... да, посильнее, потому что волчок у нас лучше работает. Поехали. Какой номер? Одиннадцать. Номер одиннадцать. Номер одиннадцать. Номер одиннадцать. Вот такой вопрос практически на знание вам выпал в первом раунде. Внимание! Вопрос! Дом-музей. Какого композитора был открыт в 1944 году в городе Тихвине? Какого композитора был открыт в 1934 году в Тихвине? Может, я узнаю, что это вообще за город такой? Нигде он находится. Ну, Тихвин... Мне кажется, это Россия. Нет. Тихвин какое-то европейское название. Ну, как в Косраново тело. Тихвин. Мне кажется, это в России. Какой композитор помер в 1934 году? Тихвин. Возможно, это польский. Ну, польский город. А в Польше у нас родился Шопен. Может, этот... Ну, Тихвин тогда не жил. Когда он умер в Чайковской? Когда Чайковский помер? Шим! Может, он Чайковский? Тихвин. Тихвин. Такой я Чайковский. А когда он еще помер? Тихвин может это связано с Тихвином. Город связано с Тихвином. А все. Угу. Так, с Тихвинем так и не разобрались, но давайте с композитором разберемся. Почему-то в Тихвине был открыт в 1944 году Дума музей одного композитора. Какого? Так, кто отвечает? Я. Ну, давай. Ну, я думаю, это, скорее всего, Шопен, но я не знаю, почему это в 1934 году. Ну, возможно, просто открыли позже. Биографию изучаете композиторов? Вообще помню, конечно. Чайковский. Чайковский, скажем так. Так, в зале кто-нибудь в курсе? Так, неужели кинул? Ну, подозрите это, да, потому что я не знаю, если я и был в Тихвине именно в этом самом музее. Это абсолютно правильный ответ, жаль, что не достался этот вопрос тебе. В Тихвине родился Николай Андреевич Римский-Корсаков. Да, город в России недалеко от Санкт-Петербурга тоже европейское название Тихвине. Мы вообще-то в Европе находимся, друзья, одной половиной, если вы не знали. Ну, счет 0-1. Гирил молодец, что побывал в этом музее. И, ну, похлопайте команде. Аплодисменты, я не знаю, где Тихвин или что такое Римский-Корсаков, потому что он композитор был. Могут бы крикнуть помощь. Да. Да, Грюсал может подсказать помощь, может, да, сейчас можно по правилам. Ну, а мы начинаем второй раунд. Поехали. Один. Одиннадцать и один. Этот вопрос у нас лежит очень-очень давно. И этот вопрос не сыграла команда Марины Шумехиной еще до ковида. И, в общем, уже несколько лет этот вопрос лежит. И с музыкой он не связан. Он связан со звуком. У нас бывают такие вопросы интересные. Но тут надо тоже кое-что вам вспомнить и догадаться. Итак. Сейчас. В конце марта 1948 года, спустя четыре года после открытия в Тихвине дома-музея Римского-Корсакова, но это не имеет отношения к вопросу, жители одного американского городка проснулись ночью от тишины. Неожиданно замолчал источник шума, который был источником процветания этого города. И эта тишина продолжалась тридцать часов. Вот. А теперь, внимание, вопрос. Что же, собственно, произошло? Что случилось и что происходило в протяжении этих тридцати часов? В американском одном городке. А что было вообще в Америке в 1948 году? Это факт со звуком? С звуком как-то связано. Со звуком? Это значит, что ты какой-то звук издавала и потом... Шумела. Может, это по ночам? По ночам. По ночам. А это неожиданная тишина у машины, возможно. Я не знаю. А может быть, знаете, это типа есть бронячие такие хоры? Может быть, они каждый день броняются? А жители бесконечно шел. Типа шум какой, я не знаю. Может быть, из этих броняк? А нет, это не с музыкой связано, со звуком именно. Это значит, это не связанное, это что-то природное какое-то явление. Может, что он вот... Ну, какое оно в природном? А, река. Вот, знаете, а что это значит в бутылку? А, американского городка. В Америке. В Америке. В Америке. Что в Америке может быть? Вулканов нет. Да. Типа, ну, это не извержение вулканов. Водопадов у них никаких известных особо нет. Так, кто будет отвечать? Мне кажется, зацепшая у вас какая-то была. Ну, вы тихо обсуждаете, поэтому... Чем выше вы обсуждаете, тем меньше я могу помочь. Ну, кто? Да. Так, а посмотрите еще раз вопрос. А что произошло? А, ну... А, ничего. У нас не школа. Ну, случилась авария, и моторы машины замолчали. Каких машин? Ну, которые ездили там по дороге рядом с навалом. 30 часов? Да. Так, мне показалось, или кто-то из команды сказал, что в Америке нет таких известных водопадов. Мне показалось, или кто-то сказал? Олег сказал про водопады. А какой самый известный все-таки в Америке водопад? Как у нас? Как у нас? На границе находится. На границе находится. Америке. Известный. Ну, какие вы знаете известные водопады? Какой? Ниагарский. К нему приезжают туристы. И этот городок на позере Эри у истока Ниагары находится. И ветер подул резко в обратную сторону, погнал в воду, и там образовался ледяной затвор. И на протяжении 30 часов вода не текла. И зрители проснулись вдруг как тишиной всегда. Всегда было шумно, а теперь тишина. Ну, да, Олег, надо как-то вот проводопады, ты, к сожалению, уже в конце, и не было времени у вас совсем для эту версию разработать. Ну, тем не менее, зацепка была. Счет становится 0-2. Поддержите команду. Вопрос, а дальше будет все. Получше. Ну, а мы отменяем третий раунд, поехали. Да, но волчок так вам пока по сложным бьет вопросам. Внимательно слушайте и включайте воображение. Один британский пастух после того, как ему был поставлен хороший и качественный протез, обнаружил, что теперь ему трудно выполнять свои профессиональные обязанности. Тогда он пошел к тому же специалисту и попросил его просверлить в протезе маленькое отверстие. Теперь он со своими собаками регулярно выигрывает почетные призы на международных соревнованиях. А теперь, внимание, вопрос. Для чего же было произведено это усовершенствование протеза? Для чего? Вопрос с музыкой тоже не связан. А за мной. Привет! Знаете, с вами? Я просто хочу предложить, что собаки как-то не выгодят. Пастухи же, по папу, они же гудят в прошке, да? Ну, мы сделали, видимо, дверокос, чтобы он смог... Как, через рот? А, протез именно где? Нет, это не сказано. Вы сказали, что, смотри, обязанности какие у пастуха? Возможно, ну, загоняли, допустим, коров в загоны. Что для этого нужно? Руки? Для этого вариант такой, типа, им нужна палка, чтобы... Может, протез на зубах нужен, типа, такой, или сделали ему? Чтобы свистеть. Чтобы он смог свистеть. Ну, типа, так... Да, реально. Там можно свисток, потому что там много... Или... Или по этих... А как это связано с соревнованиями вот этими, где он с собаками... Ну, ты не скажешь, он будет свисток, заливается, и кто в встрече прибежит? Ладно, давай. Либо свисток, либо... Нет, он с собаками работал. А загонял там коров, или чего там... Сереж, либо свисток, либо рог? Либо... Еще на обсуждение за вскручиваем. И кто отвечает? Олег ответит. Олег, версия, давай. Скорее всего, протез находился на зубах, и мы просверлили там вверх, чтобы он смог будить, допустим, в рог, чтобы созывать своих собак или свисток. Еще раз, я не понял. Я тоже не понял. Ну, мы сделали... Зачем ему сверлили протез? Еще раз, для чего? Чтобы он смог свистеть. И так он заслал собаку, чтобы свинованием были. Просверливали протез для того, чтобы он мог свистеть в свисток. Правильно? В свисток. Внимание, правильный ответ. Вы правильно догадались, что это был стоматолог. Он просверлил, да. После того, как ему поставили протез зубной, он не мог свистеть собакам. Сам свистеть. Не в свисток и не в рог. Не в свисток. Он, как пастух, у пастухов нет свистков, они сами хорошо свистят. И после того, как ему просверлили, он смог свистеть собакам. Ну а счет становится 3-0. Почему? Я против. Ну, я переспросил именно в свисток. Олег сказал именно в свисток. Если бы можно просверлили дырочку, и зуб протез превратился в свисток. Совершенно все логично. Скажи, пожалуйста, ты имел в виду зуб, вот этот просверленный, и ты был свисток? Да. Ты это имел в виду? Да. Самый честный у нас игрок. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. Четвертый раунд. Справились нельзя? Справились. Посвистим. Можно, конечно, свистеть в свисток, можно отдыхать, для этого звука не обязательно сверлить. Номер семь. Так, семь номер. Да, но волчок вам прямо это. Поменяйте, да, того, кто его крутит. У Захарича. Да. Друзья. Ну, как-то он все, да, посмотрим. Ну, понятно. Внимательно слушать вопрос. Скажите, пожалуйста, вы знаете такие ансамбли русской народной песни, типа вот из Надежды Бабкиной? Слышали? Там Кадышевой, Погровского. Видели когда-нибудь какие-то выступления на сцене? Вот вспомните, как они выступают, как это происходит. Представили? Ну, народный ансамбль, поэт народной песни. Как это все происходит? Представили? Представили? А теперь, внимание, вопрос. Вам нужно через одну минуту сказать, как, вон наша любимая тема древних греков, как бы это выступление все назвали древние греки? Оперы? Ну, опера нет. Ну, что ранее? Все. Назвали какое-нибудь греческое слово или сказать? Да. Музы. 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 А может ансамбль так и будет? А как почему? Ну плnow. Музы какой-нибудь? Музы какой-нибудь. Может вновь пов Singer, типа ансамбль. Может это вообще типское происхождение ансамбля. Ассамблея? Нет. А там большинство. Давайте МОЗ заберем. Давай. Ассамблея. Так, ну у нас, да, с Древней Греции всегда было не очень, но как бы назвали такие выступления Древней Греки? Кто отвечает? Ну пусть Илья. Ну пусть Илья. Капитан брал на себя ответственность, но теперь хватит. Мы думаем, что Древней Греки назвали бы это вместо ансамбля музой. Музой? Музой. Музой. В зале есть версия интересная? Можно? Можно. Капак. Отлично. Наконец-то мы снимаем это. Классно. Возможно, это будет какое-то театральное представление или опера. Классно. Опера. 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 Ожера. У меня есть вариант там театра. Так. Такой вариант. Если это все народные как бы танцы, а единственное, что пришло в голову греческие народы танцы, это серптаки. Может это так и называется? Внимание, правильный ответ. В Древней Греции было два жанра театральных. А выступления народных коллективов, они театрализованы. Там хороводы, баяны, фляски. Комедия. В последнее время. В последнее время 4-0. Да, догадался уже поздно. После подсказки. 4-0. Друзья. Ну правда, Волчок вам вот прям выбирает, потому что не надо. 5-й раунд. Надеюсь, сейчас легкий. А, 2. А, да, 12. Нет, друзья, где остановился или на берегу? Вот так, вот-вот. Значит, по стрелке номер 12. Опять не повезло. Талант у вас. Итак, ну, Владимир предложил вам подсказать, но у нас 4 года назад родители с этим ответом победили вообще в игре. Не знаю, поможет вам, мне кажется, нет. Уже давно и вряд ли досмотрели. Но вообще в наши игры пересматривайте, зачастую попадаются похожие вопросы. И сегодня такие тоже лежат у нас вопросы, которые уже были. Вот в смысле отмет, которые вы уже отгадывались. И так, один немецкий композитор написал вариации на тему весьма известного короткого музыкального произведения. Скажем так, английского. спроецировав его в самые различные жанры. На концерте в Москве оркестр Кидона Креймера исполнил эти вариации с большим успехом. Правда, публика долго интересовалась, а в чью же честь. Оказалось не в чью. Просто так. Ну а теперь, внимание, вопрос. Какое же произведение было выбрано в качестве темы для вариаций? Какое короткое английское произведение? Хорошо вам известно? Мне как? Она дальше? Кто? Как вы? Давайте помочь yolions возьмем. Потому что々 фильм очень большой. Я ничего не знаю. Вы английские композиторы какие? какой эти английские композиторы? Английские композиторы. У меня тут английские композиторы... Я не знаю английский композиции... А Ge Tiger? Ну знаешь... А вот его особо не знаю. А произведения? Она не completamente известная. А какое? Она не английская. Можно сказать английский. Ну оно было как бы, ну типа, композитор написал гендер вообще, какие произведения? Я не знаю, я просто говорил, типа, гендерю, да? Английское произведение, я сказала. Можно так? Да я что знаю? Я не знаю. Известное произведение, дайте известное произведение. Мы берем помощь зала. Помощь зала, пожалуйста. Сейчас. Саша. Есть тудэй. Есть тудэй, так, хорошо, не гопак. Просто, что всплыло, хэппи бёза де тюрьмя. Так, еще вариант есть? Ну выбирайте между гопаком, езвудэем и хэппи бёза де тюрьмя. Хэппи бёза. Хэппи бёза де тюрьмя. А теперь, внимание, праведный ответ. Это в честь вашего первого заработанного врача. Я понял. Стреляйте. Спасибо. Ну вы совсем не перечисляли, какие коротенькие английские песни вы знаете. Всем надеюсь. Играем дальше. Шестой. Шестой раунд. Крутим. Шестой. Шестой раунд. Шестой раунд. Внимание! Вопрос! И снова про нашу любимую Древнюю Грецию. Как называлось место в Древней Греции, где состязались в пении, игре на музыкальных инструментах и в ораторском? И слушать. Театр? Театр? Нет, уже всё. Театр? Ну смотрите, там есть сцена? Сцена, где хранение декораций. Театр? Театр? И что ещё было? Колизей! Я не знаю, давно это было. Что ещё было? Театр? А блин, у нас же тест был недавно. Как я забыл? Театр? Как оно? Театр? Театр же как-то назывался? Театр же как-то назывался? Театр же как-то назывался? Как? Мне кажется, театр. Ну я отвечу, я выбил, я отвечу. Театр? Театр? Я не помню, как называется. Значит театр. Внимание. Время закончилось, надо отвечать. Пусть Яша ответил. Пусть Яша ответил. Театр. Он захотел. Ох, древнегреческие боги. 4-2. Правильно. Театр. Театр. Мы начинаем седьмой раунд. Давайте. Тринадцатый. В тринадцатом секторе весной играют вопросы ведущего. И один из них я вам сейчас задам. Внимание, вопрос. Закончите фразу Роберта Шумана из жизненных правил для музыкантов. У него же такие. Лыжечки небольшие. Жизненные правила для музыкантов. Тянуть и спешить одинаково большие... Ребятки. Тернуть и спешить... Теретьи. Теретьи. Ребятки. Ребятки. Ну, что было. Ну, как музыкант. У нас какая-то следующая тема. То есть он пьян... Который начинал, как помнишь? Да? Ну, значит, одинаково... Попытайте еще раз. Повторите еще раз. Скажите. Одинаково... Одинаково. Это... Одинаково. Это... Одинаково большие... Что, большие... Одинаково большие... Ноты. Звуки, может быть? Тянуть и тянуть, тянуть и спешить. Тянуть и спешить одинаково. Тянуть и спешить. 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 Может быть, можно. Но это, вряд ли, санитاز. Санитаз. Барабанlanlanlanlanoro. Тянуть и спешить. Ладно, давайте колокол. Время. Ну давайте я отвечу. Это колокол. Как назывался медный барабан? Большой медный барабан, который был сигналом тревоги. Колокол. Царь-колок. Царь-колок. Большой медный барабан назывался царь-колокол. Барабан. Барабан. Это разные инструменты. Очень хардные. Для каждого. Старь-чурка. Еще лучше. Хорошо не царь, а пахнет. Герем. Мне понравится, что это на вас. Внимание, правильный ответ. Большой медный барабан в московско-русских войсках назывался по-арабски переводится это барабанный бой. И звучит как на бат. Тревога. Но про тревогу ничего не говорили. Сигнал тревоги звучит на бат. Счет становится таким же, как и команда Александра Морозова, но только наоборот. 6-2 вы проигрываете. И так нравится, как в прошлом с осенью все параллельно. То же самое. Два балла набрали, но с помощью зала. С помощью Кирилла. А, нет. Кто ответил правильно? Кирилл помог. И про Римского, и про Хэппи-безли Туил. Ну, к сожалению, вы проиграли. Игра окончена. Спасибо за игру. Мне кажется, игра могла пройти лучше, но тоже прошла хорошо. Мне понравилась она. Мы обсуждали, у нас были классные варианты, некоторые из них правильные. И мне кажется, счет мог быть 6-2. Но, как говорится, вина не одного, вина всего коллектива. Игра мне понравилась. Ну, я полностью согласна с Ильей. Ну, мне тоже понравилась игра. Ну, хотя счет 6-2, но мы никто не расстроились. Второй блин тоже к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok